На, Тихо, разрешите не есть? Когда? Сейчас утро? Ну да. А почему? А я болею что-то. Нет аппетита. Нет аппетита, не ешь. Это правильно ты сделаешь. Но ты должен был дальше спросить, а что дальше делать? Ты сегодня ешь, Кидор Барбашов? Да я вот хотел отпроситься, пополезь. Потому что если я сейчас пойду, то я завтра вообще никакой не буду. Понимаешь, ты не мой подруг на колено. Я восстановился, веса никакой. Я болею. Я знаю же свой организм. Одно еще ты не знал. Ты знаешь, какое у тебя давление? Давления нет. А вот ты скажи, я тебе задам вопрос. Мой отец Тихон Дмитриевич пошел на фронт, а мать моя беременная. Она только со четвертым ребенком был. Руку не дави сопли. Платочек у тебя должен быть. Это для рта, для носа. Для носа. И он дал только один наказ. Если аборт сделаешь, домой не вернуть. Ты слышал такое, чтобы наказ мужик мужья давали женам? Они их побуждают к абортам. Ну, раньше. Она неделя-два, ну, месяц кончился, а у меня месяцев нету. Это тревога в семье. Тревога, зачатие. Зачатие. Теперь организм все силы, кровь бросает на создание нового плода. Ты слышал какой-то раз, чтобы уходя на фронт мужик наказывал. Имея уже трех детей, один старший меня умер. Я уже был. Что если сделаешь аборт, не знаю, девочки или мальчики будут, домой я не вернусь с фронта. Если даже вернусь живой, домой к тебе уже не приду. А он в отец наш почти совсем не вернущий был. И матерился по пьянке. Даварий курил и пил. Пил, когда захочет пасти, не пьяница. В жизни своей ты встречал такого человека, который уходя на... Нет. Нет. Ты понял? Какого рода племени я это делаю? Хорошего. Хорошая, значит. Но мать ушла, называется, самокруткой. Без благословения родителей. Они не хотели нашего отца. Они видели, как он себя ведет. А они очень строго держались. Артодоксальные староверы. Пора прятаться. И вот ты сейчас говоришь, я болею. Зачем ты на себя напускаешь? Мой отец вот так руки не с фронта ни разу не... Мы не видели, чтобы он болел или сказал. И мама ни разу. А в общей сложности было 12 ребятишек. 12. 10 живых. Я болею. Здоровый, крепкий лоб стоит, кажется. Торн в пятилетке. А я болею. А кто не согласен, реши бы одним мизинцем. Он болеет. И у Игоря сказал, тебе не стыдно ничего. А ты меня спроси, я на стройке работал всю жизнь. Вчера меня с днем строители поздравляли из Барнаула. Сколько раз я бюллетенил? Ни разу. Ни разу. Ну, бюллетенен. Когда после операции я... Меня сняли оттуда краном. Когда я не мог вот так вот стоял. Все парализовано буквально было. На морозе работать, а потом указал руки отогревать. На промышленном предприятии ВРЗ. Я тебе рассказываю так. А остальное у нее переборжится. Одна же у меня мама. Один раз я видел. Она не могу так все тело ломить. Прямо никак. Может погреться надо. И полезла на печку. Русская печь. Только легла. А еще я лежу. А Оська там... Иосиф, сын ее. А Иосиф там один телят. Нет, пойду я к нему надела. Пришла туда, стала работать. Жарко. Ну, это там, где коробли. Она с тебя все скинула. На улице градуса 35 морозов. Пришла домой. Интересно. Говорит, а там разделы. С меня все сошло. Здоровье в работе. Когда ты потеешь, все шлаки выходят. Я тебе говорю о матери моей, которая была настоящая мать-героиня. У ней там медаль, золотая звезда была. Она нас учила чему. Вот она стирает, а там полотенце, платочек. Это отдельно. Она постирает, а потом мы черпаем воду. И льем на полотенце. Она считает, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. То есть то, к чему лицо будет прикасаться, это с молитвой отдельно, уже выстиранное, отдельно еще поливали. Из бани пришел я, по сегодняшний день та же. Я сразу лицо обуваю, крестик обмыл, поцеловал его из бани. Ты этого не делаешь. У тебя предохранителя нет. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. Пили воду сырую, видите, ни один не заболел. А почему? Потому что каждое утро проспорная святая вода. У тебя этого нет. Даже ты знаешь про святую воду, а ты никогда не просишь. Я каждое утро выпиваю там еще, ночью. Теперь ты вот видишь, женщины тут неправильно делают. Они вот так вот снимают, но я не покажу. А я и вот сюда вот так вот здесь опрокидывают, а донесут. Я тебе показал. Давай вообразим так, что каждая пылинка, в большой сделке, ну ты ее вот, в кастрюлю сюда перенесу. Теперь ты над кастрюлей что-то? То есть пылинки оказались там. Я тебе показывал. Мы рыбу солим. К примеру, там. А где соль? Я показываю соль где. Володя, если можно, покажи соль твою, баночку принеси. Я тебе рассказываю твою жизнь, которой на глазах ты ее не таишь нисколько. То есть ты другим и не можешь быть. Ты спрашиваешь, где соль? Я говорю, а вот стоит. На одной написано соль. А на другой сахар. Ты что делаешь? Вот так вот, смотри. Вот так вот снял, опрокнил, вот так вот потрес, чтобы ничего. Вот так, прямо над ней, вот так вот. Зачем ты это сделал? Не просто ты, как женщина бывает, так вот, а ты опрокинул и вот так вот еще потрес. Зачем? Все. Крупным планом дай лицо его. Дай. Все. Это то, что в один раз было. Теперь. Тут у нас кого-то нету. Мы приходим сюда. Ты говоришь, вам налить? Налить. Ты вот так поднимаешь кастрюлю. Только вот этот шаг прошли. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Восемь шагов. Восемь шагов только прошел. Я тебя пропесочил за это. Ты опять подошел. Кастрюлю снял. Вот так вот. Вытрес. Точно так. Как будто тебя там не было. Ты сам это делаешь? Ну, восемь шагов. Я тебе объяснил. Тогда я взял ложку вот здесь вот так. И туда утопил ее. Она упала туда. Это доставали мы с тобой. Она упала. Значит, и пылинки упали, и мухи сосадились. Зачем ты это делал? Ты вот такой же стоишь. То есть тебя научить нельзя. Ты заблокирован. Я тебе ничего не говорю, кроме того, что есть. Так было или нет? Ну, так, но я так это не делал. Я так и делал, а? Понимаете, Игнать Тихович, мы городские жители. И у нас никогда ни мух, ни пыли нету. Ни пыли нету в городе нету. И мы городские делаем. Ну, нету. Чисто там. Ну, а еще дальше. Как вот по операционной. И когда поднимают, здесь конденсат. И чтобы этот конденсат на стол как бы... Да никто не думает конденсат. Это уже, понимаете, и раз, и воду туда. Вот эту воду, стряхнул туда, воду. Да не воду. И крышку положил. Вот так и тряхни. Потому что у нас так заложено. Вот так тряхни. А как раз перекидывает сначала. Ну, водопад. Можно так тряхнуть, да. Нет. Почему так делается? Никак. Вот смотри. Гляди. Вот конденсат. Так его можно конденсат перевернуть, и пусть лежит там, а потом накроешь обратно. Но именно здесь... Конденсат, жирный вот этот, на столе, на всем ляпать. И мы привыкли, что вот так вот, раз сюда, вот это жир, вот этот, который здесь. Но я сказал, запретил женщины здесь. Ему только показал. Соль. У соли конденсат. У соли нет, конечно. Ой, нет еще. Ну, привычка-то вот эта вот есть у нас в голове. Ну, ты привычка-то... Ну, ты привычка-то... Говорит, сюда так делают. Уже это на автомате. Ну, привычка, ну, что значит привычка? Я его не оправдываю, но... Ну, я говорю, привычка при женщине делать, что, говорит, как в карман, так за яичко. Зачем тебе это нужно? Ну, это вредно. Гришка Мелехов выходит, он генерал. Заходит и застегивает. Гадный привычка. Ширинку застегивает. А ему, говорит, какой ты генерал, ты при женщинах. Он что на это говорит? Ну, а что я, с расстегнутым должен был стоять? В Америке рассказывает, мне рассказывал военный офицер. Одного определили. Выходил из туалета и застегивал. Это американец не сделал. Его сразу поняли, не наш. Из-за ширинки попался, провалилась вся его карьера. На. Тем более, я ему сказал, никогда не делай. При нем каждый день треплю женщин. Вот, отведи, переверни, положи опять. Приехал, положил. О конденсате ни одна женщина не сказала. Зачем перевернул? Ни одна не могла ответить. Вы подставки гневные не делайте. Сказано не надо. Все. Куда? Тоже не река какая-то. Положил. Опять. Вот в этом есть. Садись, ешь. И пойдем работать. Никаких болящих не будет. Будешь придумать болезнь, мы расстанемся с тобой. Лодырем, бездельников. Тунеясов мне не надо. Все на этом. Садись, ешь. Покажи, как он, с каким трудом лезет за стол. А будет наворачивать до троих. Ну?